На портал «Акзегет» поступил вопрос, почему Христос так жестко отнесся к жене Ханании Янке, просившей за свою дочь? Это Евангелие от Матфея, где женщина-неудейка-хананейка просила за болящую дочь, и Христос не ее игнорировал, не слушал, шел дальше, пока не стали апостолы просить, что помоги ей, она идет, плачет рядом. И Христос сказал, что я послал к овцам погибшим в дом Израилева, и даже сравнил ее с собакой, сказал, что как я могу бросать хлебом, не давать чадом, а бросать псом. И вот здесь эта женщина-язычница, наверное, уже не совсем язычница, раз Христос пришла, сказала, господи, ну и псы едят от крупиц падающей от трапезы своих господ. Такое удивительное смирение. И вот, наверное, ради этого, чтобы научить своих учеников-апостолов этому удивительному смирению, господь это проявил как бы такую внешнюю жестокость. Конечно, всякое сомнение, он проповедовал иудеям. Почему? Потому что, ну, иудеи были готовы его принять, они на протяжении, там, многих сотен-сотен лет к этому готовились, чтобы принять мессию. Господь вот этот народ воспитывал. Ну, летать там оказалось не такой большой процент, далеко не сто процентов, даже не пятьдесят. Но, тем не менее, вот все-таки вот этот остаток Израиля, он спасся, он принял Христа. Как раз вот в лице учеников Христа, там, апостолов, там было больше, чем двенадцать апостолов, там больше, больше пятисот человек было в момент распятия Христа. Ну, и потом их стало еще больше среди иудеев. Вот они были внутренне готовы. Вот язычники в этот момент не были готовы. Их Господь так сугубо не воспитывал. Они, конечно, все равно Господь о всех народах заботится, естественно, о каждом человеке, о всех народах. Но вот сугубо он как раз вот об этом народе, именно его была миссия, древнееврейского народа, принять Христа, принять миссию. Чтобы все-таки вот эти люди были, чтобы родилась девушка, которая вот в лице, что Богородица могла сказать, да будет им по слову твоему иметь такую веру, чтобы вот сильно принять от Духа Святаго плод. Вот. И, ну вот, так сказал уже и апостол, да, с учениками, с другими. Вот. И поэтому именно в Иудеи он ходил. Но это не значит, что Христос не любил другие народы. Он любил всех. И он об этом даже в Евангелии сказал, что вот придет время, когда, так сказать, все народы обо мне услышат. Много-много раз в Евангелии об этом Христос говорит. Вот. И вот здесь как раз с одной стороны вот тут сильно как бы пропадал, прежде всего, иудеям. С другой стороны, он показал, что какое смирение язычников. А у римского сотника, если мы вспомним, как Господь о его вере сказал, что когда сотник просил об исцелении своего отрока и даже просил Христа, говорит, не надо ко мне приходить. Ты только молнии слово, и все будет по слову твоему. Как Господь сказал. И в Израиле не нашел я такой веры. То есть тут не было у Христа, естественно, Бога любил Христа, не было презрения другим народам, неудеям. Наоборот, вот видите, сотника даже показал пример веры даже перед уудеями. На тот момент. А это именно показать, что очень важно смирение. Если человек не имеет смирения, ему очень трудно поверить в Бога. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Что такое смирение? Вот если об этом задуматься. Это ведь не просто, только, знаете, непротивление злу, как Толстой понял, Лев Толстой. Нет. Смирение, когда ты на зло злом не отвечаешь. Когда в твоей душе на зло нету вот этого злого ответа. Вот что такое настоящее смирение. То есть, иначе говоря, смирение – это фундамент любви. Нет смирения. Человек не может быть любви настоящей. И поэтому так церковь за смирение борется. Так церковь настраивает на стяжание смирения. И говорит, ну вот, что там эти все астетические опыты, действия. Вот любить надо друг друга. Вот это самое главное в христианстве. Да, любовь – самое главное в христианстве. Но без смирения – это обратная сторона любви. Обратная сторона любви. Другая его, так сказать, ипостась – это любви. Нет смирения – нет любви. Любви без смирения, повторяя, не бывает. Поэтому имеешь смирения – у тебя будет любовь. Не имеешь смирения – у тебя не будет любви. Любовь – это дар Божий. А вот к смирению, если хотите, тут более понятно, как вы стяжать. Есть уже многотысячелетний опыт церкви. И вот двигаясь в пути смирения, и Бог за это твое желание не быть злым человеком, я повторяю, сущность смирения, не быть злым человеком, Бог даст за этого желания тебе и смирение, и любовь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok